Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 9 января 2017 года. Чуть не оговорился, да, еще привычки старые есть. А начало второй новогодней недели, и я предлагаю сегодня поговорить о социальных сетях. Вчера вечером я наткнулся на пост в живом журнале Артема Лебедева, где он обратил внимание на то, что на Украине, поскольку там журналистика прямая, не пропагандистская, правда, странно, я пропагандист, я занимаюсь пропагандой, и я сужу братьев журналистов, которые работают в этой же профессии в Киеве, и утверждаю, что там журналистики не осталось. Потому что все новости, они причесаны в определенном направлении, все новости абсолютно не описывают, я имею в виду в официальной, абсолютно не описывают, например, то, как происходит конфликт на Донбассе. Есть только одна точка зрения, и она достаточно стерильная. Мы в наших программах пытаемся рассматривать эти вопросы с двух сторон, а то даже из трех, и пытаемся выработать нашу политику информационную, прежде всего в отношении постсоветских территорий, прежде всего в отношении оккупированной Украины. И поэтому вот эта мысль Артема Лебедева о том, что на Украине журналистика официальная, ну, собственно говоря, находится в таком предсмертном состоянии, очень большую роль приобретает Фейсбук. Вот какие новости не посмотреть на разных каналах, да? Аваков написал в Фейсбуке. Какой-то другой политик ему в Фейсбуке ответил. Фейсбук, как социальная сеть, даже при перепостах, ретрансляциях, комментировании новостей становится источником информации. И социальная сеть, получается, на Украине приобретает, ну, более высокую социальную роль. Она приобретает статус средства массовой информации, который мы с вами, находящиеся на территории Российской Федерации, прекрасно понимающие, что есть информационный колпак над Украиной. Там запрещены к показу все российские телеканалы, чего раньше не было никогда, ну, уже почти три года развивается этот информационный колпак. И у нас вроде бы отсутствуют механизмы влияния на украинскую аудиторию. Результаты этого вакуума, результаты мы с вами чувствуем, мы с вами по-прежнему общаемся, замеряем уровень ненависти или уровень, например, непонимания с нашими бывшими родственниками, коллегами. Ну, родственники бывшие не бывают, родственниками, с которыми мы, ну, меньше стали общаться, скажем так, да. У нас есть идеологические расхождения, связанные с тем, что люди, конечно же, пересказывают свой телевизор. А поскольку телевизор в последнее время в новостях, особенно про украинские новости, опирается на сообщения типа «тот такой-то конкретный политик написал в Фейсбуке это, и это стало новостью», то я предлагаю нам с вами, телезрителям нашей программы, которые, в общем-то, не просто телезрители, сидящие на диване, а активные участники информационной работы с населением. Поскольку информационный колпак закрывает эфирное вещание российских телеканалов, но, тем не менее, широкополосный интернет никто не отменял. И даже если в Фейсбуке, например, мы забанены, тем не менее, отдельные ролики, отдельные посты, отдельные резонансные обсуждения, они все равно доходят до украинской аудитории. Причем хочу сказать, что местами вот этот вот общий психоз связанный с тем, что даже с нашей стороны есть ряд спикеров, которые говорят, что доктор Мороз должен перевоспитать украинцев, что холода и голода должны их вернуть в русский мир. Это категорически неправильно. На самом деле, после Майдана привитых русских на территорию Украины, вот уж точно не меньше, чем у нас. Люди находятся в оккупации, люди находятся в условиях, которых мы с вами избежали. Их стоит уважать хотя бы даже за то, что они умудряются там выживать, и им не хватает информационной поддержки с нашей стороны. Что я хочу этим сказать? Я сегодня утром встретил в том же Фейсбуке сообщение одного из наших политиков, который живет в настоящий момент в Москве, он украинец, и он своим целеполаганием поставил задачу, что все украинцы должны узнать правду и о Майдане, и о всех событиях, которые следовали за ним. Это, безусловно, правильно. Но достаточно ли? Мне кажется, что вот эта ситуация, когда мы рассказываем о том, что было, и о том, что есть, но совершенно не говорим о том, что будет, есть основная проблема нашей с вами информационной политики, причем не структурной, не на уровне телеканалов, не на уровне информационно-аналитических агентств, информационных издательских домов. Эта проблема, она системная, она находится у нас на уровне головы. Мы с вами абсолютно обрезаем планирование и прогнозирование. То есть, представляем себе ситуацию. Вот шкала времени. Мы с вами находимся в 9 января 2017 года. У нас произошли за три года колоссальные события, которые в корне поменяли жизнь. На Украине, в Крыму, в России эти события вызвали цепную реакцию во всех сферах жизни. В экономике, в политике, в образовании, в национальном самосознании. Причем у нас в одну сторону, а на Украине идут процессы, которые направлены совершенно в другую сторону. Посеваются ролики, где дети читают ненавистнические речевки, националистические. При этом из детей воспитываются ненавистные бандеровцы, которые уже убили в себе москаля, а потом собираются идти убивать москаля в других. Вот эта ситуация, при которой планирование будущего там происходит, а мы хотим всего лишь рассказать, что это неправильно, вот это является тем самым, знаете, как в боевом уставе, неравенство штыков и говорящих голов. Нам нужно начинать экспансию. Причем нужно ее начинать именно с использованием социальных сетей. Прежде всего это Facebook, прежде всего это контакт, и прежде всего это одноклассники. Безусловно, есть там Instagram, есть Twitter, но с точки зрения основного массового потребителя информации, который живет на территории Украины, у которого в квартирах широкополосный интернет, все смотрят ютубовские ролики, все смотрят на ютубе эфиры российских федеральных ток-шоу, и все читают новости от топовых блогеров, которые живут на территории России, либо украинских топ-блогеров, которые живут в изгнании. И вот этот инструмент, он у нас есть, и я предлагаю сейчас спланировать план работы на ближайший год с точки зрения того, что мы можем сделать в информационной работе на территории Украины. Речь не идет об экспансии, знаете, такой, чтобы мы врываемся в дома, или мы там врываемся в глаза и в уши людей, начинаем им рассказывать, в чем они неправы, что это все не так. Нет, поскольку речь идет о низкочастотных процессах. Причем, хочу обратить внимание, что с ноября, с 21 ноября 2013 года до по 22 февраля 2014, прошло три месяца, это, между прочим, 90 дней. А это такая цифра, ну, ключевая с точки зрения проведения всевозможных ритуалов. Майдан – это ритуальное место. Он даже оформлен таким, знаете, полукольцом, овалом. Там есть ритуальная башня, вот этот вот шпиль. Во многих городах такие ритуальные места есть. И Козье болото, и все названия там. Площадь Калинина, площадь Октябрьской революции, потом площадь независимости. Она оформлена в виде, ну, такого ритуального места, определенного капища. То есть люди, которые изучают историю религии, которые, в принципе, занимаются духовными вопросами, они, ну, возразить мне не смогут. Так вот, в течение трех месяцев была поставлена сцена в очень четком определенном месте. Распевались, возможно, ритмические речевки, песни, да. Происходило ритмическое прыгание всей массы людей. А человек – существо управляемое, особенно ведомое большим социальным давлением. То есть многие люди, например, еще, я бы подумал, прыгать или не прыгать с бандеровцами, но поскольку и слева, и справа происходит образец «делай, как я», то многие люди просто втянуты в эту информационную воронку. И получилось так, что за три месяца молений Майдан стал намоленным местом, причем достаточно черной энергетикой. Там были и убийства, там были ритуальные похоронные процессии. Там достаточно много проводилось черных мест. В результате, а еще нужно не забывать, что телевизионные каналы, там «Эспрессо ТВ», «Громадская ТВ» и так далее, посевали всю эту картинку в каждый телевизор, в каждый дом. Причем нужно обратить внимание, что было нарушение законодательства на тот момент. Эти каналы не имели эфирной лицензии. Но, тем не менее, они спокойно вошли в «Мультиплекс», они вошли в пятый канал, в эфир канала, который имел лицензию, и таким образом посевались буквально по всей территории Украины. То есть вот это ритуальное место с черными мессами, при помощи средств массовой информации, а потом и интернета, социальных сетей, собственно говоря, и начали информационную обработку населения. Потом, когда Крым сказал «стоять так не будет», а потом, когда Донбасс сказал «стоять так не будет», когда начались кровавыми ритуальными убийствами в Мариуполе, на Донбассе, в Одессе, в Луганске, по определенным датам закреплять этот конфликт кровью, произошел разлом. Этот разлом произошел еще и во многом благодаря тому, что была проведена граница. Вот это русские, а это не русские, это украинцы. А психология человеческая, она устроена таким образом, что проведи любую границу, любую межу, даже между родственниками, все равно будут возникать психологические мотивы. Это мое, а это не мое. Кстати, это подростковая психология. Мое, не мое. И в результате мы с вами получаем конфликт, который на протяжении трех лет подпитывается телевизором. В каждом ролике говорится о российских террористических войсках, о террористах на Донбассе и так далее, и так далее. При этом совершенно забывается о том, что в стране произошел государственный переворот, и он произошел точно террористическими методами. Вся разница между террористами в Сирии и в Киеве заключается всего лишь в том, что в Дамаске центральная власть защищается от атакующих террористов, а на Украине произошло с точностью до наоборот. Террористы захватили центральную власть, а люди на окраинах сказали нет террористам, и они от них защищаются. Вот такая вот патовая ситуация. Их телевизор накачивает в отсутствии нашего влияния вообще, какого бы то ни было. Я в данном случае, конечно же, подтверждаю, что многие люди на Украине смотрят российские ток-шоу. Российские федеральные ток-шоу, выстроены по очень хитрой схеме. Там в качестве представителей Украины есть люди, которые вызывают отторжение даже у самих украинцев. В нашей программе есть огромное количество людей, которые дают обратную связь. То есть решается двоичная задача. Стравить, разделить и сделать так, чтобы конфликт между русскими и украинцами длился десятилетия. Так же, как это в Индии и Пакистане. Один народ, немножко разные конфессии. У нас та же самая история. У нас православные и греко-католики или католики. На этой почве создается ситуация, при которой, если мы с вами не вмешаемся в этот расклад, если мы будем только ограничиваться и по факту на нижнем логическом уровне показывать правду украинцам, вот было так, вот было так, этого недостаточно. Нужно показывать, как будет. Причем нужно показывать, как будет. Не в том смысле, что, ну, Бог управит, и если даст Бог, то у нас все будет хорошо. А нужно показывать в том смысле, что если мы захотим, если нам хватит знаний и умений, навыков, планирования, организации, социальной работы с людьми, то мы выстроим работу таким образом, что вот этот конфликт, который начался на Майдане, на черных местах, которые там длились три месяца, а затем началась подпитка кровью, а потом началась подпитка при помощи телевизора, это достаточно прочный цемент. Этот цемент разрушать не так уж и просто. И ограничиваться только описанием того, что было и что есть, недостаточно. Давайте с вами спланируем тот объем работы, который бы можно было сделать, имея те ресурсы, которые у нас есть. У нас есть прежде всего широкополосный интернет. Широкополосный интернет – это такой достаточно мощный канал связи, который во многом даже перекрывает возможности эфирного телевидения. Да, во многих сельских домах или во многих районных поселковых центрах на Украине, где живут люди старше 55 лет, у которых нет интернета, или которые не умеют пользоваться компьютерами, часть аудитории, конечно, будет не охвачена. Люди смотрят телевизор, а русского телевизора там нет. Но дело даже не в русском телевизоре. Там нет украинского телевизора с обратной точкой зрения. Представьте себе, произошел государственный переворот. В Киеве все телеканалы за Майдан, за Пуч, за Хунту, за иностранную оккупацию. Они информационно-алгоритмически обеспечивают иностранную оккупацию. Огромное количество украинцев находится в изгнании, прежде всего в Российской Федерации. Это цифры разнятся от 3 до 6 миллионов на сегодняшний день. Причем далеко не все еще получили РВП, далеко не все еще стали гражданами Российской Федерации. Очень многие ждут момента, когда нужно вернуться домой. Ну, хотят вернуться домой в любом случае. Из этих людей уже сегодня можно сформировать, например, некий телеканал, который бы по принципу Russia Today... Все с вами мы слышали о том, что Russia Today это интернет-телеканал. Во многих западных странах нет вещания в кабельных сетях, на спутнике, а есть только Ютуб. На Ютубе, если зайти и посмотреть Russia Today, даже на русском языке, видно, что это самый лидер по количеству подписчиков и просмотров. То есть интеллектуальная аудитория — это не все население, это 20% от общего числа, которые интересуются политикой. Они все на Russia Today сидят. А теперь давайте себе представим на секундочку. Прошло три года после государственного переворота. Шесть, пусть пять миллионов украинцев в изгнании, дезорганизованы, не имеют командиров, не имеют структур, которые бы их объединяли, не имеют духовников, которые бы как сваи пронизывали эту социальную группу. Мы уже отрезаны ломоть, мы вернулись в состав Российской Федерации, и получается та же самая ситуация, разделяя властвуй. Русские, находящиеся в разных социальных группах, но преследующие в принципе одни и те же стратегические цели, не могут договориться, не могут найти политического и финансового плеча для того, чтобы на территории Донецкой и Луганской народных республик организовать альтернативное вещание даже при помощи интернет-телеканала, используя широкополосный интернет. Что на таком канале можно вещать? Безусловно, федеральные ток-шоу играют значительную роль. Там обыгрываются и обсуждаются различные ситуации, которые моделируются, скажем так, со стороны российских ведущих, со стороны граждан Российской Федерации. Безусловно, я понимаю интерес стратегический, связанный с тем, что украинский проект в том виде, как он есть, это УНР 1918 года и Украина нынешняя, которая в принципе выращивалась как антирусь. Его бы стратегически нужно каким-то образом нивелировать, дезавуировать, сделать так, чтобы разбудить родовую память и напомнить всем украинцам, что раньше они были рустины, русы и руснаки. Они русские, просто у них есть определенная диалектическая разница в языке. Пусть даже эта разница называется отдельный язык, но тем не менее и по количеству падежей, и по строю речи, и даже по лексике, даже с учетом влияния австро-венгерских и польских лексических форм, тем не менее это русские люди, и даже по этике поведения. Так вот, необходимо не ставить на ток-шоу, например, людей, которые вызывают отторжение, как представители украинского субэтноса, оставить людей, которые имеют представление о картинке будущего, которые имеют организационный или хотя бы даже пассионарный ресурс. Ну просто вот видно, что человек излучает энергию, он хочет вернуть Украину в нормальную жизнь, я даже не обсуждаю, в составе союза постсоветских государств или отдельное государство. Это вопрос, на самом деле, он решаться будет украинским народом. Но для того, чтобы предложить украинскому народу спектр возможных сценариев, его нужно структурно каким-то образом подать. Когда это делают отдельные разрозненные сайты информационных агентств, ну, пророссийских, продонецких и так далее, это не выглядит как единая политика, это не выглядит как политическая сила. Это выглядит как отдельное мнение отдельных блогеров, которые ищут внешний ресурс. Ведь на самом-то деле любые люди, которые занимаются информационной работой в населении, с населением, которые репостят, перепубликовывают другие статьи, сообщения, либо пишут что-то сами, они-то, естественно, думают и о структуре. Они говорят себе, было бы здорово, если бы возникла структура, которая бы нас объединила, которая бы, например, синхронизировала выход определенных материалов по времени и которая бы дала стратегическое целеполагание. Возможно, стратегическое целеполагание раскрывать еще рано. Но гуманитарные вопросы, связанные с тем, что русским нужно напомнить, чьих они будут, и украинцам в том числе, да и всем народам, живущим на территории Украины, которые разговаривают на русском языке, для этого уже сегодня можно начинать работу. И вот такой вот канал, который используют широкополосный интернет, он пригодился бы очень сильно. Представляем себе ситуацию, что возникает небольшая редакция, на которой, например, берутся интервью с украинцами в изгнании. Мы прекрасно понимаем вопросы безопасности. Работать с населением на территории Украины небезопасно. Очень многие люди не будут давать открытое интервью. Они просто боятся той же охранки. А нужно сказать, что режим достаточно жесткий. Люди прекрасно понимают, что такое безопасность в нынешней Украине. Но количество украинцев в изгнании, людей, которые пересекли границу, людей, которые, в принципе, могут бояться, конечно, за своих родственников, но, тем не менее, имеют меньший резон не говорить, молчать. Таких людей найти можно. Донбасс практически весь это готовые спикеры, которые могут высказать свое мнение. Вот это мнение, которое культивируется о том, что Донбасс не хочет жить с нынешней Украиной, оно, конечно, и оправдано, и понятно. И люди, которые три года находятся в состоянии войны, причем с такими всплесками, вялотекущими, но с обострениями, они, конечно же, эмоционально в рамках одноходовки или двухходовки по-другому рассуждать не могут. Но если Донбассу, это, кстати, получается канал, который будет вещать не только в ту сторону, но и в обратную, он сможет настроить, синхронизировать информационные процессы в обществе и понизить меру кровавости. Потому что вот это стравливание с обеих сторон, оно ведет к тому, что война может длиться действительно десятилетиями и с большими жертвами. В результате, стратегически, выиграют те люди, которые носили печеньки на Майдане и которые заинтересованы в стравливании всего народа Украины, в разжигании братоубийственной войны и зачистке населения. Здесь очень жирная черноземность, здесь очень много ресурсов, и магний, и руды, и так далее, и так далее. Есть какие-то производства, которые можно использовать, но людей, 40 миллионов, как-то многовато по современным европейским меркам, должны все вымирать. А если они не хотят вымирать, так мы давайте организуем им войнушку, и будем использовать буйных городских сумасшедших с обеих сторон для того, чтобы эту войну подпитывать, а телевизор будет в помощь. Понимаете, какая возникает ситуация? С той стороны все работает на стравливание, и с нашей стороны, благодаря во многом определенным форматам федеральных ток-шоу в том числе, тоже работают на стравливание. Кто на сегодняшний день может работать на восстановление нормальной жизнедеятельности? И мне кажется, что эта задача нам с вами по силам, прежде всего зрителям программы «Информационная война», людям, которые живут по сторонам разных границ, это и Донбасс, и Кубань, и вообще вся Российская Федерация, Крым, Приднестровье, Молдавия, мы можем выстроить информационную политику альтернативную. Сила интернета, социальных сетей, она на самом деле очень малоизмерена. Если посмотреть на выборы президента Путина 2012 года, и посмотреть на как использовался телевизионный ресурс, и как использовался ресурс интернета и социальных сетей, или посмотреть на Брексит, который прошел в Великобритании этим летом, это референдум о выходе Британии из Европейского Союза, или посмотреть на выборы президента Дональда Трампа, когда практически 99% всех телевизионных ресурсов работали против него, а социальные сети были выстроены таким образом, что работали за него. И получилась ситуация, при которой произошло расслоение. Часть аудитории слушает телевизоры, она казалась значительно меньше, чем та часть, которая сидит в интернете. И вот этот ресурс нам с вами нужно использовать. Понятное дело, что телеканал, который уже криком кричит, его нужно создавать, украинский телеканал, который задает украинскую повестку дня. Я все понимаю про людей, которые говорят, что надо проект этот заканчивать, надо напоминать людям, что это русские, но я как управленец хочу предложить, а как, вы с вечера на утро это сделаете? Или вы будете работать с теми людьми, которые есть, которые три года прокачивались Бандеровской матрицей, и с которыми нужно общаться на их языке? Соответственно, все равно будет какой-то переходный период. Соответственно, все равно будет маневрирование и управленческое, информационное, при котором нужно учитывать интересы разных социальных групп. Нужно выстраивать общую политику, нужно выстраивать картинку будущего, будущей Украины таким образом, чтобы как можно больше союзников просыпалось на территории самой Украины. Чтобы как можно больше людей говорили, наконец-то в информационном поле появились люди, которые указали свет в конце тоннеля. Вот эта часть работы, мне кажется, сегодня, 9 января 2017 года, в самом начале юбилейного года Великого Октября, это кровь из носа, катастрофически, критически важная часть работы, которую без нас с вами никто не сделает. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова